Всем привет! С вами сайт Руготворная Руми. Меня зовут Анастасия. Добро пожаловать на YouTube канал, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. Сегодняшняя тема вот такой узор под названием геометрия. Как будто бы такие параллелепипеды. Или это даже какие-то еще фигуры, о которых я не знаю и не помню с курса геометрии. Он двусторонний. Вот этим он и хорош. Так можно связать, например, шар. Тогда он будет одинаково выглядеть с изнаночной и с лицевой стороны. И если эта тема вам интересна, то оставайтесь со мной. Далее будут подробности. Итак, этот узор я могу, конечно, отнести к разряду несложных, потому что здесь для его выполнения нужно всего лишь уметь вязать лицевые и изнаночные петли. Никаких дополнительных знаний больше не требуется. Но во всем полном описании здесь практически 14 рядов. То есть он довольно-таки продолжительный по своему описанию. В этом он может быть и сложным. То, что столько, так много рядов нужно привязать, чтобы был полный совершенно разобран узор. Но он мне понравился. Я его нашла тоже на просторах интернета. Нашла схему. Постараюсь ее разместить в ссылке под видео. А описание текстовое, которое я видела, оно вообще не соответствует действительности. Я его сама-то переделывала, переписывала и тоже оставлю его в ссылке в описании к ролику. Ну и давайте начнем. Самый первый ряд выполняем следующим образом. Первый ряд. Провязывается 6 изнаночных и 6 лицевых петель. И так до окончания ряда. Так, 6 изнаночных и 6 лицевых петель. Снова 6 изнаночных. И 6 лицевых петель до окончания ряда. Кромочную я здесь традиционно провязываю просто изнаночной петлей. И разворачиваю вязание. Второй ряд. Второй ряд провязываем следующим образом. Это кромочная снимается. Одна лицевая. 6 изнаночных. То есть здесь идет смещение влево. 6 изнаночных. Снова 6 лицевых. Снова 6 изнаночных. И в конце ряда 5 лицевых петель. Третий ряд. Кромочная снимается. Далее 4 изнаночных. И 6 лицевых. Снова 6 изнаночных. То есть в этом ряду смещение идет уже в правую сторону. Далее 6 лицевых. И здесь остается 2 изнаночные петли. Кромочная провязывается все так же изнаночной. Разворачиваем вязание. Твердый ряд. Три лицевые. 6 изнаночных. Снова теперь 6 лицевых. 6 изнаночных. И здесь остаются 3 лицевые. Кромочная изнаночная петля. Кромочная изнаночная петля. Пятый ряд. 2 изнаночные. 6 лицевых. Снова 6 изнаночных. Снова 6 изнаночных. 6 лицевых. И 4 изнаночные. До окончания ряда. Кромочная изнаночная. И разворачиваем вязание. Шестой ряд. 5 лицевых. И 6 изнаночных. Далее снова 6 лицевых. 6 изнаночных. 5 лицевых. 6 лицевых. И последняя петля лицевая. Кромочная изнаночная. Седьмой ряд вяжется простейшим образом. Это 6 лицевых. И 6 изнаночных. И так до окончания ряда. Тут главное внимательно следить за смещениями петель. В какую сторону они идут. Потому что с лицевой и с изнаночной стороны направления будут в разные стороны. А в остальном к этому узору очень просто привыкнуть. И совсем уже практически не нужно подглядывать в полное описание узора. А это вообще очень хорошо, когда ты вяжешь совершенно автоматически и можешь не следить полностью за описанием, которое напечатано. Ну что же, после 7 провязанных рядов образовался вот этот сегмент с полностью повторяющимся узором, который ниже. И здесь уже далее в 8 ряду мы вяжем следующим образом. Восьмой ряд 6 изнаночных и 6 лицевых. То есть где были только что провязаны лицевые, там провязываются изнаночные. А где изнаночные, там провязываются лицевые. Совершенно все наоборот. Конечно, хотелось бы на этом вообще все полностью описание закончить. Ну а тут все-таки есть небольшое расхождение над тем, как вязать дальше. То есть не полностью это все описание повторяется с первого ряда. Далее уже с 9 ряда оно выглядит в таком зеркальном отображении. Итак, 9 ряд. 5 изнаночных и 6 лицевых. 6 изнаночных и 6 изнаночных. 6 лицевых. Последняя петля изнаночная и последняя кромочная петля изнаночная. 5 ряд. Кромочную снимаю. 2 лицевые. 6 изнаночных петель. 6 лицевых. 6 изнаночных. 6 изнаночных петель. И 4 лицевые. В этапе я приняла волевое решение довязать 4 ряда за кадром. Затем я покажу результат. А полное описание будет по ссылке в профиле. Итак, узор я довязала. Здесь уже, если продолжать вязание, так же получается и, что будут 6 изнаночных, 6 лицевых и так далее. То есть, возвращаемся к тому, с чего начали с самого первого ряда. Очень интересный узор. Действительно геометрический. Лаконичный. Выглядит одинаково с лицевой и с изнаночной стороны. На мой взгляд, очень такой перспективный. Первый раз я его связала и мне очень понравилось. Ну и надеюсь, конечно, что видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам нравятся такие двусторонние простые узоры, то обязательно пишите меня в комментариях. Ставьте лайки комментариям. И я буду больше делать таких видео с такими необычными и красивыми узорами. Всем желаю удачи и побольше вдохновения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok